Угрозы у каждого свои, каждый бережет свою информацию, но тем не менее общий тренд виден. Это на самом деле смыкание внешних и внутренних угроз, когда люди изнутри провоцируют какую-нибудь атаку снаружи или открывают ей дверь, или наоборот атакующий вербуют человека внутри компании, и через него засылают какой-нибудь вредоносный код, а в результате такого дележа на внутреннюю и внешнюю угрозу уже нет. Уже часто, если посмотришь на внешнюю атаку, где-то внутри сидел человек, который ее инициировал. И наоборот, если что-то изнутри, то где-то кто-то поучаствовал снаружи. Поэтому сейчас мы стараемся смотреть на проблему комплексно и активно, потому что стали меньше работать такие вещи, как презумпция невиновности. Если ты не можешь защитить, то ты уже как бы... Ну, хорошо, ты нашел следы, но сейчас защита вышла на первое место. Если раньше был мониторинг, то сейчас люди требуют активной защиты, мало ресурсов для того, чтобы обрабатывать инциденты, нужно их предотвращать. Вот это как бы основная тенденция, которую мы сейчас видим, она идет от того, что стало меньше денег у всех, и у атакующих, и у защищающихся, и у тех, кто производит инструменты для защиты. Поэтому надо искать какой-то совместный компромисс, обмениваться опытом, для чего мы, собственно, здесь сегодня и собрались поимпровизировать. Нам важно, прежде всего, открытый обмен мнениями, поскольку вариться в собственном соку уже невозможно. Невозможно внутри одной страны создать эффективную систему безопасности, потому что интернет не имеет границ, хакеры живут в других местах и обладают бесконечным количеством времени для того, чтобы вас атаковать, исследовать вашу сеть. Поэтому обмен информацией, обмен опытом. Иногда нам кажется, что мы великие, но на самом деле иногда ты видишь, что другая страна прошла это раньше, потому что у нее угрозы были актуальнее, и это угрожало, например, территориальной целостности. И они эту проблему решили быстрее. Ну вот, если говорить, например, об Индонезии, когда мы говорим с ними о сепаратизме, то они говорят, не рассказывай нам еще о сепаратизме, у нас 400 островов, и каждый остров имеет свою национальность и свой язык. Поэтому мы должны возвратить к базе. И базе, что не важно, как сильная большая часть, это только сильная сантиметра вертельной. И иногда, мы, себе, используем, что-то вертельная вертельная вертельная. Мы можем перебиваться на остальное судебное сегреты, что вы знаете, что у вас есть разные рет spawnы, тактики и что-то, но мы забываем начаться же с загрязанным. Я возвращаюсь на пользовательное, Это почему я пришел в разные примеры, и как эти примеры идут обратно к тому, как пользователи. Второе, что я вам покажу, что это изменение в тренд. Глобальный секретный тренд. Это почему я показываю традиционный, и, конечно, новая тренд. Но я не забываю, что они снова используют старые вещи. Я очень интересен, чтобы узнать, на другой стороне перспективы. Мы часто слышали перспективы, когда мы идем на интернет, или мы поговорим с людьми в разных конференциях, мы слышали Америка, Европа, и Азия. Но мы не слышали от России. И это очень важно. И я хочу узнать, если проблема универсальна. Когда мы говорим о проблемах, в основном, это всегда универсальна. И я хочу узнать, если это одинаково, и как Россия работает, то есть мы решили об этом, и избавиться в том, или о том, что нам нужно закупить этот вопрос. И, например, в Малайзии, это точно что мы имеем. Адоптика на интернете очень хорошая, но последний эффект будет определенно здесь. Я вижу две стадии. Я чувствую, что мы в центре двух фазов. Мы в процессе, где мы просто дайдем на эту «бринь-я-он-девай» вещь. В последние несколько лет, мы делали б, и, 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 и. И там, на следующий момент, что начинается сейчас, в интернете. И я думаю, что мы в этом между ними. Первое, в том числе, мы не задумывались вопроса важным, и, действительно, не «дь-и-и-и-дь», но «дь-и-о-и». Я говорю, что один человек имеет разные двери, и теперь они делают «синклсггн-он». И, за что вы знаете, они об этом сайте на их фазе в интернете, и это будет очень сложнее. ситуация. Когда вы проведете форексуализацию, вы позволяете это делать? Это лично или корпоративно. И это, я думаю, что большинство не было решено. И потом, о том, что ИОТ, я думаю, мы только начинаем принимать это. Есть много историй о ИОТ. И большинство ИОТ используется для функциональности сейчас, и не для защиты. Это как ничего в мире компьютерном мире. Вы всегда думаете о функциональности, и о том, что секретарь. Но я не думаю, что важные проблемы будут происходить в этом году. Но они будут происходить в следующем году. В следующем году, вы начнете видеть вещи. В прошлом году, мы начали видеть минуты проблемы. В этом году, люди хакают в Тесла, дроны, машины, и люди говорят, что нужно смотреть. Это начинает. Но это не улучшение. Улучшение начинается в следующем году. Сейчас происходит изменение парадигмы и отношения к вопросам информационной безопасности. Потому что это становится насущной потребностью бизнеса. При этом бизнес принимает риски, очень сильно уверенно отбрасывая барьеры. И это становится большой проблемой для руководителя по информационной безопасности. Как почувствовать вот этот аппетит к риску руководителя. Как понять, что ему приемлемо, что неприемлемо. Как следовать за организацией и снижать риски, которые, безусловно, очень высоки в наше время. Сейчас мир слишком связный. Все области деятельности очень близко завязаны друг с другом. Особенно мы это видим именно из телекома. Очень часто мы не можем отделить нашего клиента от клиента, например, банка или от клиента страховой компании. Все подвержены рискам. Если в некоторых областях принимаются более жесткие меры защиты, например, в банковской или в критичных инфраструктурах, то, например, в телекоме, когда мы смотрим на себя со стороны, мы очень трудно отделить нашу инфраструктуру наших клиентов. И это один из основных таких вот сейчас проблем, одна из основных проблем, которая присуща миру. Суперконнекция и огромное количество изменений, которые происходят в мире. Мы живем в очень быстро изменяющемся мире. И тут должна, во-первых, интуиция. Во-вторых, это очень сильно зависит от вашей индустрии, в которой вы работаете. Разные направления в разных областях. Я бы не отметал, на самом деле, ни одну из появляющихся новых тенденций. И очень внимательно следил бы за инцидентами, за реальным воплощением этих рисков. Может быть, это будет сильно бить в разрез с идеей форума, да? Но для меня самая главная опасность, которую сотрудники представляют для бизнеса, это лояльность сотрудников. Причем не пониженная, а повышенная лояльность сотрудников. То, что я называю, это ложная лояльность. Как только в организации исчезают конфликты, как только сотрудники пытаются перестать делать что-то, а как только они пытаются перестать нарушать указания, организация начинает умирать. Организация жива, пока в ней есть движение, есть конфликт, пока они не слушают начальства. Вот как только все начинает быть по полочкам, вот это самое страшное, что может случиться в организации. Когда излишняя лояльность сотрудников, появляется групповое мышление. Исчезает возможность посмотреть какие-то новые вещи, исчезают новые идеи, исчезает все. Все стройно, ходят колоннами, лояльно, по сторонам не смотрят. Для меня здесь важная такая штука, мы обсуждали сейчас в кулуарах. Для меня важно, чтобы сотрудники, и я это делал, когда я был IT-директором, чтобы сотрудники были взрослыми. Чтобы они были взрослыми и ответственными людьми. Чтобы они полностью брали на себя ответственность за все свои поступки. И для меня было нормально, если они поступают так, как поступают, не спрашивая меня, как правильно. Главное, что они полностью готовы взять на себя ответственность. Что держать и не пущать – это тупиковый путь. Что путь, который приведет к чему-нибудь и может прийти к чему-нибудь, это скорее поддерживать и помогать, чем запрещать и не разрешать. Коммерческая тайна на сегодняшнее время единственный, пожалуй, законодательный инструмент, который позволяет защитить интересы бизнеса в суде. Инструмент непростой. К сожалению, он разрабатывался на заре становления информационной сферы, в которой мы сейчас все живем. И я хотел убедить слушателей в том, что не нужно бояться идти вперед. Не нужно ограничивать себя рамками какого-то восприятия законодательства так, как оно написано. Нужно пытаться импровизировать, нужно стараться формировать самим судебную практику для того, чтобы вносить изменения в законодательство. Менеджмент понимает необходимость информационной безопасности там, где специалист по информационной безопасности умеет объяснять, зачем она нужна. Если он разговаривает на том языке, на котором говорит руководитель, принимающий решения о выделении финансирования, значит, у него все получится. Если нет, значит, два варианта. Либо специалист по информационной безопасности должен уволиться вместе с информационной безопасностью, либо идти учиться разговаривать на языке бизнеса. Третьего, к сожалению, не он. Мне очень понравилась секция и коллеги, и их выступления. В основном, мне приятно, что наши российские специалисты ничем практически не отличаются в профессионализме от зарубежных. Они используют те же методологии, они выступают с такими же интересными докладами, они достигают тех же целей, у них точно такие же проблемы, как у нас. Это еще раз подтверждает тезис о том, что нельзя вариться в собственном соку. Информационную безопасность в отдельно взятой стране или в отдельно взятом материке не обеспечить, потому что у киберпреступности нет ни границ, ни имен. Мы слышим огромное отзывание от зарубежных границ, но мы вообще знаем и понимаем, как это влияет на мою бизнес, мою организацию. У нас есть статистику, которые мы видим в обществе. У нас есть разные методологии. И, возможно, пока мы получим или понимаем это консистентная методология, мы probablemente никогда не будем в состоянии действительно квантировать. Немного, мы должны понимать контрольные факторы, если есть факторы, в наших процессах внутренних процессов, и быть в состоянии для того, чтобы это происходить, как строить правильные контролы и использовать правильные экспертизы в бизнесе. Один из самых важных способов, что я обнаружил, в том числе, в том числе, в том числе, это не обеспечить этот вопрос как пользовательный бизнес, но думать как криминал, чтобы принимать положение криминалов, и, по-моему, попробовать использовать какие-то проблемы внутри бизнеса. Я думаю, что кримы, которые мы обсуждали, они универсальные, они глобальные. Однако, в некоторых странах, они более advanced, чем другие. Немного, как раз, crime может начать где-то, и это происходит как вирус в мире. Я проводил экспериментов в многих странах, и, используя экспертизу младшим коллегами, и, чтобы рассказывать информацию с моими опытами, мы можем найти одинаковую solution или точку фокала, где мы можем дать уважение. Младшим коллегами очень профессионально-руссимы, и, по-моему, Что I've found in my time in Russia is the crime is taken very much more seriously, particularly by law enforcement. And with their support and being encouraged by that support, I think we'll be able to address many of these issues. I came from a banking industry. I spent 35 years globally in banking. One of the fastest growing crimes in the last decade has been identity theft. An unknown party will access the bank's records and steal the identity of an individual client. That really focuses around the discussions we've had today in building the appropriate control mechanisms to prevent that happening. And the role of the people at the conference today is to convince their management of the necessary investment. Quite often, and because again we don't know the true value of cybercrime, it's very difficult to establish a cost-benefit analysis. How much do I invest and how much will I save? But statistics and organizations are an agreement with one thing. This is a problem that is spiraling out of control. And so we have to act now. What is important and what I'm waiting for is to see what are the methods that are applied in Russia and in the international colleagues that were presented here to see what one can learn again in this cyber security and see what intercambios one can do with you in Russia as well as other countries and colleagues. And that it not only affects us as institutions or as government, but also affects us as common inhabitants or as common citizens. Как-то первое у меня было ощущение какое-то совершенно сногсшибательное – большое ощущение – это от количества людей. Я в жизни не представил, что есть такое количество людей «А» которых интересуют вопросы безопасности, и «Б» которые могут что-то сказать в вопросах безопасности. Потому что у меня мир безопасников для меня ограничивался примерно тремя людьми. Это Лукацкий, Хариддинов и Прозоров. Вот это вот три человека, а их, оказывается, много. И всем есть что сказать. И это было, наверное, самым главным для меня вот таким вот. Даже хороший шок, что есть огромное количество людей, которые вместе интересны, которым есть что сделать. Если я сумму это, это будет mind-blasting. Это абсолютно потрясающий. И я любил то, что организаторы, а Олег, делали во время дискуссии, где есть пианисты и гитаристы. Я не видел это ниже. И я думаю, это то, что мы должны инфизировать в этом. Мероприятие… Вау! Это лучшее, что я могу сказать. Хорошее мероприятие. Я с удовольствием на нем присутствую. И я надеюсь, что меня еще раз позовут. Потому что выступать здесь всегда приятно, люди интересные. И это очень важно. И это очень важно. И очень интересно. Это очень интересно… И я надеюсь, что это многое любимое, . И в июлях, я имею в виду такой вид, что в России будет очень интереснее. Это будет легче, который в России Я думаю, что это замечательная возможность. Первое, я очень благодарен для организаторов, что мне дали возможность представить здесь сегодня. В этом случае, как мы обсуждали, они не изолированы с одной индустрией. Быть в таких местах, и иметь возможность discutить эти события по-другому, 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 по-настоящему, чтобы мы смогли разобраться вместе, как один человек, чтобы бороться с этим проблемом. И это критично. Мы живем в обществе, где люди двигаются по-другому. У нас есть глобальный город, и люди, которые в Москве сегодня, могут быть в США tomorrow. Это не важно. Только по-другому, 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 либо без проблемihinаковой по integrate συνε procesе и и аUNсPower, по-другому, по-другому, новый по-другому, из Chungawaturs